Мир вам, дорогие дорогие и сестры, я рад быть в вашем городе в долгой раз жизни. И благодарен друзьями Джексон-Гилла, которые включили меня в свою команду. Тема, которая озвучена, она звучит несколько необычно, потому что мы привыкли называть Отцом Небесным, Того, Который является первым Божественной Троицей, Отец, Сын и Дух Святой. И когда мы говорим об Иисусе Христе, нам более привычно слышать словосочетание Сын Божий, Сын Человеческий, как называл себя сам наш Господь, наш Спаситель. Хотел бы обратить наше внимание на то, что эти дни, которые мы переживаем в христианстве во многих деноминациях, носят название Адвент. Адвент, Адвентус, латинское слово, пришествие, ожидание Рождества. У православных есть Рождественский пост, у католиков Адвент, у некоторых протестантских деноминациях. Четыре недели Адвента. Но вы знаете о том, что Адвент для человечества продолжался четыре тысячи лет. За четыре тысячи лет до рождения в Вифлееме младенца было дано обетование Адаму и Еве о том, что семя жены сотрет голову змея. Это было первое пророческое слово, сказанное самим Богом о том, что придет семя жены. Это есть Иисус Христос. И вот четыре тысячи лет был этот Адвент для человечества, но для Бога гораздо больше. В послании Ефесянам есть написаны такие слова о том, что Он нас избрал в Нем. Луком Боге, так как стих четвертый, первой главы, в Нем прежде создание мира, чтобы мы были святы и непорочны при Нем в любви. Дорогие братья и сестры, я не буду еще раз читать Исаии 9 глава, она уже несколько раз прочитывалась. Сейчас хотел бы обратить наше внимание на то, что слово «отец» имеет два значения, словарные как бы два определения. Первое определение «отец» это как бы глава семьи мужчинам по отношению к своим детям. И второе определение словарное слово «отец» – это основоположник, родоначальник, первооткрыватель, начинатель чего-либо. И вот если мы посмотрим на отца всех верующих, тоже вот такое удивительное определение. Наверное, вы все знаете, о ком идет речь. Это Авраам. Он отец всех верующих. В прямом смысле он отец восьмерих детей. Вот как мы читаем в одной семье, у него потом была вторая семья, Измаилы, Исааки, потом еще родились дети. Но в переносном смысле Авраам – отец множества народов. И более того, дорогие братья и сестры, он отец бесчисленного количества верующих. Когда Бог как бы утешал, ободрял Авраама, у которого не было наследника, И Бог ему сказал, взгляни на небо, можешь ли ты сосчитать те звезды, которые на небе? Вот так много будет у тебя детей, так много будет потомков. И апостол Павел нам говорит, это Слово Божье, послание римлянам, он стал отцом всех верующих. Или в послании Галатам, познайте же, что верующие есть сыны, дети Авраама. В книге «Бытие» мы читаем, был такой потомок Каина и Аввала, «Бытие 4.20». Он назван отец живущих в Шатрак. Все кочевники, как бы, имеют такого рода начальника и Аввала. И был второй потомок Каина и Увал, там же в 4 главе. О нем написано, что он отец всех играющих на свирели, на гуслях. Поэтому в этом смысле мы должны рассматривать Иисуса Христа как родоначальника, как основателя, тот, который положил, как отец положил начало. Вот есть такое выражение, Геродот – отец истории, Сократ – отец философии, Гиппократ – отец медицины. И вот Иисус Христос является отцом вечности, потому что Он сам является источником вечной жизни и имеет жизнь в самом себе. Вот в Евангелии от Иоанна 5 глава 26 стих там написано, как отец имеет жизнь в себе, так и сыну дал иметь вот это свойство, божественное свойство – иметь жизнь в самом себе. Мы не имеем жизни в самом себе, наша жизнь – это лично. Наша жизнь, она как бы исходит от Бога. Но сын, равно как и отец небесный, имеет жизнь в самом себе. И апостол опять-таки Иоанн в первом послании Иоанна 5 глава говорит, «Сей есть, Он есть истинный Бог и жизнь вечная». Второе, дорогие братья и сестры, Иисус Христос – Отец вечности, потому что Он дает жизнь вечную всем тем, которые принимают Его. Он имеет такую власть. Передает, мы люди смертные, мы люди перстные, и как Александр Максимович говорил, «Рожденный дважды один раз умирает, нам надлежит это пережить». Но вот Иисус Христос Иисус Христос имеет власть дать жизнь вечную каждому, кто уверует в Него. Есть много текстов Писания, но вот я хотел бы, они вам знакомы, послание римлянам, 6 глава, 23 стих, «Восьмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Или Евангелие Иоанна, 6 глава, стих 54, «И я души мою плоть», я там не буду полностью этот стих называть, «имеет жизнь вечную». Или Иоанна 3, 16, «И вот так возлюбил Бог мир, что дал Сына Свою Единородную, дабы всякие, верующий в Него имел жизнь вечную». «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя». Это из молитвы Иисуса Христа, единого истинного Бога и послана тобой Иисуса Христа. Третье, братья и сестры, Иисус Христос является Отцом Вечности, потому что Он является родоначальником, основателем действительно удивительного народа, которому принадлежит вечность. Это церковь. Церковь – это нечто, это тайна, это нечто удивительное, потому что назначение церкви – занять место на престолах, вот там, где престол Бога, и там Сын Божий, и церковь как Тебо, Иисуса Христа, так она названа. И вот церковь – это новый особенный народ, народ Божий. Церковь основана на Христе. Церковь – это совокупность тех людей, которые имеют жизнь вечную. Это невеста Христа, это жена Христа, как в Откровении написано, «Покажу тебе жену Христа, невесту Агнца». Лишь жену Агнца. И церковь в веки веков будет находиться на престоле, вот там, тот престол, то место, куда, вот как в послании евреям написано, что мы получаем оттуда благовременную помощь, когда приходим к престолу благодати. Поэтому церковь и церкви Иисуса Христа прилежит вечность. Она есть полнота наполняющего, то есть полнота Бога, наполняющего все во всем. И вот Христос – Отец, основатель, родоначальник церкви. Он – Отец Вечности. Ну, я хотел бы еще назвать, что Иисус Христос является Отцом Вечности по той причине, что Он предвечные времена, когда еще не было времени, создал удивительную вселенную. Мы, как бы вот Александр Максимович рассказывал, как он какой-то прекрасной звезде направлялся мысленно. Но вселенная наша изумительная, велика, она создана. Создана Иисусом Христом. Так говорит Слово Божие. Сегодня цитировался текст из послания апостола Павла Колоссяном 15-й, ниже стихи. Там написано, «Ибо им создано все, что на небе, на небесах и на земле, и все им стоит». Римлянам 11-я, глава 36-й стих, написано «Все из него им и к нему. Ему слава вовеки веку». Или Евангелетана 1-я глава «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Или Евреям 1-я глава в Христе написано, «Через которого и веки сотворил». Итак, дорогие братья и сестры, Иисус Отец Вечности, потому что от века, прежде вековых времен, Он создал Вселенную, и эта Вселенная имеет Его как родоначальника. Он – Отец Вечности. Эта Вселенная в нашем представлении бесконечна, хотя небо, небес, Вселенная не вмешает того, которое находится как бы выше Вселенной, потому что Бог, сотворивший Вселенную, Он – выше Вселенной. и Его местного присутствия находится только в веру, и мы можем как-то воспринимать то, что наш разум отказывается понять. Следующий, дорогие братья и сестры, Иисус Христос является Отцом Вечности, потому что Он – основатель вечного Царства Божьего, которому не будет конца. Я хотел бы вас перенести на одну минутку в имя Даниила, царю Навуходоносору, об этом описывает вторая глава, книги пророка Даниила «Снится сон». Сон непонятный, он видит истукан, и там золото, голова, как бы, груди, серебро и так далее. И вот Даниил истолковывает сон и говорит о том, что будет четыре царства, последнее железо смешанное с глиной, и там же в книге пророка Даниила написано «И в дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Когда Христос вышел на свою миссию, Он проповедовал, исполнилось время, приблизилось царство Божие. Он внутри нас, но наступит такое время нетвратимо, это обязательно совершится, как апостол Павел в 15 главе первого послания Коринфи нам говорит о том, что сын покорит отцу. Я зачитаю эти слова, и потом сам сын покорится. вот читаем 24 стих 15 главы, а затем конец, когда передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Там ниже написано последний же враг истребится смерть. Итак, дорогие братья и сестры, вот то вечное царство, которое сокрушит земные царства, все пройдут, как мы поем песнопение, останется одно царство, царство Бога. И это царство, оно основано Иисусом Христом, тот, который родился как младенец, и о котором мы слышали, пророк Исаия конкретно говорит, что нарекут ему имя чудный советник, иногда соединяют эти два слова чудный советник, Бог крепкий, Отец Вешенности и Князь Мира. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы были участниками этого царства. Царство внутри нас. церковь, она является частью этого небесного царства. И в конечном счете церковь будет, она состоит из победителей, побеждающих, наследует все, и это царство принадлежит тем, которые здесь на земле стали частью царства Божия, которое проповедовал Иисус Христос. Это вечное царство. Ну, и я еще хотел бы сказать, Иисус Христос является Отцом Вечности, так как Он дает следующее вечное благословение. Я назову всем вечных благословения. Он дает вечное искупление. Евреям 9.12. Он дает вечное наследие. Евреям 9.15. В нем вечное утешение. Второе Фессалитийцам 2.16. Ему принадлежит и нам принадлежит вечная слава, которую у нас вводит много текстов в Писании об этом. Евреям 5.15. Говорит о вечном спасении, которое дает Христос. В Луке Христос сказал о вечных обителях, которые также связаны с Иисусом Христом. И апостол Павел во 2 послании Коринфянам 5.15. Говорит, когда земной наш дом это хижина разрушится, мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Итак, 7 вечных благословений. Отец вечности дает эти благословения. Мы будем подходить к завершению нашего, немножко затянувшегося, собранию ожидания. Можно повторить эти вечные искупления. Евреям 9.12 вечное наследие. Евреям 9.15 вечное утешение. Второе Песня никицам 2.16 вечное слава. Второе Тимофею 2.10 Второе Ковинфином 4.17 Первое Петра 5.10 о вечной славе говорят. Вечное спасение. Евреям 5.9 Вечные обители, куда Господь ведет нас. Лути 16.9 Дом Невикатурены Вечные 2.10 Ковинфином 5.1 Дорогие друзья, слова пророка Исаии начинаются пророческие слова начинаются такими словами Младенец родился нам. Сын дан нам. Приход Иисуса Сына Божьего, Который стал Отцом Вечности. Как мы уже слышали, это не просто история. Нам это ничего не даст, если мы будем подходить к этому чисто как древнему историческому событию. Это непреложный факт истории. Но Бог желает нечто большего. Младенец дан нам Сын дан нам. Одно из имен Ивана Матвея цитируется опять-таки слова Исаии на реку имя Эммануил, что значит с нами Бог. Младенец дан нам. Он дан нам, чтобы в нашей жизни могли осуществиться эти вечные обетования, чтобы мы имели вечное искупление, чтобы мы имели это вечное наследие, вечную славу, вечное утяжение, вечное спасение, дом нерукатуренный вечный. И поэтому пусть дарили братья и сестры тот источник, когда Христос разговаривал с малообразованной женщиной, с амарянкой, невесьма примерного поведения, но не говорил об источнике, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую дам ему, сделается в нем источником воды, текущую жизнь вечную. Или в другом месте, опять-таки Евангелие, Атеана 7 глава, кто жаждет, иди ко мне и бей. Кто верует в меня, у того потекут из шреба реки воды живой. Вот тот, который является источником всех этих вечных благословений, он сегодня может дать свое благословение каждому из нас. Вот мы в состоянии Адвента, ожидания. Мы готовимся к Рождеству. Рождество это не просто вкусная пища, это не просто какие-то занимательные, веселые общения, которые может иметь молодежь, или церковь может радоваться. Дорогие братья и сестры, мы еще раз в нашей жизни имеем благословение, привилегию ожидать этих дней, которые будут особым образом, они уже мы накануне, особым образом будут говорить о самом главном событии, которое произошло в истории человечества, потому что тот, который назван Отцом Вечности, он как бы открыл новую эру, эру в в истории человеческой цивилизации. Все, что было до Рождества Христа и все, что после Рождества Христа. И дало бы Бог, дорогие братья и сестры, чтобы мы, имея эту привилегию, не просто слыхать или знать или слышать об этом, мы имеем привилегию это переживать. И как мы слышали в первой проповеди, какое это благословение, дорогие братья и сестры, знать, что Иисус Христос, Спаситель мира наш личный, Спаситель наш Господь, Он является Отцом Вечности, Который дал нам вечную жизнь и переведет нас в вечность. Это благословение, это утешение, это надежда наша, она сообщает нам и особое мужество, и дает особую благодать и особую силу остаться Ему верными до конца. Аминь. Аминь.